Прекрасная далёка Прекрасная далёка Не будут на новом месте, заранее спасибо Во-первых, забрать обязательно Начинать с нуля, если сможете Нормально выкопать Сильнейшую обрезку, не жалея И конечно надо забрать Вот тот самый случай Они не просто Ведь понимаете, всё что в Сибири Вот всё это роскошь, что вы видели Вы ещё увидите Сто раз, если вебинары продолжим Всё это Эмигранты Они тут пожили Закалились Сохранили здоровье Произошёл отбор В пользу самых здоровых И что, вы у нас не умирали И теперь возвращаемся обратно На здоровье Что тебе сказал У нас в катерде дорожка Надо обидеть ещё Ладно Сергей Это уже из этого Из Как она Из моей гостевой Здравствуйте, Валерий Ещё раз Новый вопрос Если ваши саренцы Яблони Перейти в Харьковскую область Смотрите, что делается Где климат теплее Чем в вашей республике Деревья не погибнут Или северянам здесь не место Фактически ответил Давайте вспоминать Есть Роскошнейший абрикос Королевский Если у меня Вместо 50-60 грамм Но это среднее Правильно, как это говорит Поэтому кумурожая не дадёшь А самые крупные плоды До 80-90 Чё ему там Харьков Может помешать Может помешать Совершенно другой климат Чё такое другой климат Сначала говорят Страдает Может уже прошло Но дикая засуха Допустим, Кубань Я всё же считал При Черноморье Это бесконечные дожди Как в Херсонской области Там зима Это самое Туман Сутками Месяцами стоит Туман в воздухе Вода Волг Волг Насыщий как А там абрикосы А мне кажется Если перевести сюда Тут же Кубань Друг мне говорят Думаю, что у нас сплошные суховеди А сейчас ещё страшнее Вообще Там гибнет Урожай Ну ладно Деревы перетерпят Но там же Гибнет Все Злаковые И прочее В общем беда Вот И получается А что Разве Кальевский абрикос Боится Да ничего Он не боится Сосохи Ещё и лучше Будет Почему На Кубани Так плохо С абрикосами Смог понять Почему Говорит В Росковской области Целый район Не нашёл Ни одного абрикоса Целый район Обшарил Это тоже Мне непонятно Ну и Почему Непонятно Берём Секратор Берём Пилу Помните Мой вебинар Херсонец мой Изувечил дерево Оставил Десятки ран А потом И учит Других Главное У него И вот Получается Харьковская область Почему Нет Надо Пробовать Поближе К Франции Вернётся Так Вот Это Вот Вопрос Вопрос Опять Меня О Крайним Дел И Ещё Считайте Грехом Привать Одно Дерево На Другое Ведь Это Вызывает Борьбу Приводясь Подвоем И Мутацию Ну Вы Называете Это Мутацию Ой Ладно Пусть Будет Мутация Учёные Придумали Знаете Химера Это Называет Химера Это То Что Должно Сдохнуть Чем Быстрее Те Луч А Смотри Что Химера Как я читал Статья Анастасия Это Как бы Против Воли Бога Вот Я Попробовал Тоже Ночью Не спится Думаю Что-то Надо Что-то Отвечать Не могу Так Сказать Что Я Не знаю Или Не понимаю Один Один раз Мне Прислали Выдержку Из Книги А Книга Это Из Этого Религиозная Книга Но Не Из Классического Христианства А Его Пришественников Из Так Сказать Из Иудейских Книг И там Действительно Было Такое Прямо Привод Не за Грех Было Такое Присвали Во-первых Мы же Хитрые Как Мне Когда Горят Ты Почему Пасху Не празднуешь Я говорю Грех Католик Понимаете А Если Грех Католическое Ну Действительно Меня Крестили Так Как Католик А Если Допустим Я Грешу В этот День Когда Пасху Грех Католик Я говорю Я христианин Вот Я Так Придумал У У меня Но Это Шутливый Ответ А Настоящее Это звучит так Значит Вспоминаем Что такое Микроклонирование Взяли Веток Нарезали Там Пульт Получили Питательный раствор И пошли Расти С каждой Клетки Появились Ну не с каждой Сразу Из одной ветки Получилось Сотни Тысяч То есть Эти Так И вот это Оказывается Как я понял Это мы Сами догадались Но мы Фактически Воспроизводим То что Бог Создал Именно Бог Почему Я говорю Бога не проходит А мифическое существо А реальное Почему Значит Когда-то Мичурин Не Мичурин Даже Это уже Сама идея Была Мичурин Этого Дарвина А ученые Они Это уже Как бы Усовершенствовали Саму идею Не понимая Сами Что творят Мне получалось Так Что Когда У этого Какой-нибудь Мышки Появляются Крылья Для того Чтобы Подпрыгивать Да Вот А потом Это откладывается В генной памяти Разрастается Развивается ДНК Которая По сути Является Скелетом Будущего Дерева Не скелетом А как Прогротом Вот Но тогда Каждая клетка Получается Имеет Своё Предназначение Клетка Крыльюшка Никогда Не будет Клеток Лапки Или Клюва Вот Согласен Когда Я Но это же Мы на этих Примерах Учили А на растениях Нас не учили Откуда Я взял Вот это Самое Что я Помню Очень Это Ну Немножко Шире Ну Всем Интересно Там Футбола А мне Интересно Почему У мышки Лапки Эти Крыльюшки Выросли Вот А там Это понятно Там каждая клетка К месту Получается И это было бы нормально Когда я Познакомился Ближе С собственным садом Когда я увидел Вот такое Дерево Того Толщины Всё А у него Прямо Из этого Самого Скорее Старое Задупевшее Друг появляется Молодая Зелёный вид А после Когда я уже Узорствую Микроклонирование Вы-то знаете Получилось Что А на самом-то Деле Эта ветка Может вывести Из любой клетки А теперь Представим себе Что это дерево Упало Катаклизм Упала Комета Что угодно Всё Сразу Земля И вдруг Из земли А Сто лет Тысячу лет Сто тысяч лет Ни одного Нет этого Зёрнышка Ничего не цветёт Ничего нет Вот всё Земля мёртвая И вдруг Из-под земли Появляется Низ Ещё раз говорю Низ Этого Низёрнышка А просто Из-под земли Из полусгнившего Пня Или Лежащего дерева Появляется Ростол Вот оно Чудо А это значит Что в любой клетке Заложено строение Целого дерева А это не Мичурин Только Бог мог создать Клетку готовую А я не шучу Я серьёзно говорю Простите меня За эти Мудрствования Ведь кто-то сейчас Клянусь Сейчас 10 человек Отклюсят компьютер Вот в этот момент Но я отвечаю на вопрос Как я считаю нужным Я Троценко отвечаю Клонирование Предусмотрено Богом А как называется Прививка по-другому Ну-ка Клани Ну так же Мы используем это Только Это в нашем случае Катаклизма А мы это Ну Конечно И опять же Ещё не полный ответ Дело в том Что мы действительно Когда берём дерево Раз Сукроном Другое Раз Примотали Обрезали Страшный грех Так По большому счёту Мы на дерево Так издеваемся Вот Но я вначале Добился чего-то И только потом Начал понимать Что это грех А если бы мне заранее Было Вот как Видите как Анастасиевцы Против воли Бога Как бы против Анастасиевцы Так считают Вот А я уже поздно Я уже успел Столько нагрешить Успел Так далеко залезть С этой Самой Вегетативной Гибридизации А у меня своё направление Оказалось Наслоение Ладно Разговорился Ну я фотографию Присобачил Смотрите Первый попавшийся Вот Отрезал Так А вот эти ветки С одной стороны Это как раз Ответ на вопрос Это клонированные ветки Это из Той самой почки Которая может быть Даже в пробирке Сразу Каждое Чуть ли не каждое Дать И вершки И корешки И кроны Всё Так же Это нормальный процесс Который Перешёл На промышленные рельсы Но Я вот так скажу Что И про микроклонение Сейчас не буду Я многое выругал Вот Вот эти ветки Неполноценные Это я могу показать Ближе В саду Тут не получается Они Родившись Из почки Неполноценные Это Яна Александровна Мы сейчас не радуем Саду Напомните Мне разгрожить Подведу И покажу Их нельзя Даже на прививку Брать Я уже не говорю О том Что Раз Это самое Всё Всё клонирование Отдают Неполноценно Но Нет у второго Родителя Всё Ну Это Кстати Вы со мной Согласны Насчёт чего? Насчёт того Что Это Микроклонирование Нельзя Смотрю Какую Ты преследуешь Цель Заработать Для заработка Можно А Для Это Самое Когда Через Несколько лет Из тысячи Умрут Тысячи Вот Тут Нет Хух Слава Богу Наш Человек Хоть Один Профессионал Биолог Не Слава Далёка Волосу Утренней Серебряной Рассе Слышу Полосы Вонящая Дорога Кружит Голова Как Детстве Корусей Прекрасно И Далёка Не Пусть Там Нежесток Не Пусть Там Нежесток Кружит Слышу Полерат Морчи Слышу